В погоне со стрельбой в Киеве вооруженный мужчина угнал маршрутку и, скрываясь от полиции, открыл огонь. По дороге он ранил нескольких человек, протаранил четыре автомобиля. Патрульные преследовали злоумышленника полчаса, но так и не смогли его остановить. После того, как преступник скрылся в частном секторе, копы развернули спецоперацию, которая вот уже длится более 12 часов. Задействовали спецроты, кинологов, но найти по горячим следам пока не смогли. Как развивались все эти события, узнаем от Александра Васильченко. Утро в Дарнинском районе столицы. Патрульные обратили внимание на подозрительного мужчину с большим рюкзаком, когда тот заметил слежку, выпросил багаж и дворами бросился к автобусной остановке. Очевидец Владимир Коваленко говорит, на улице Малышка мужчина заскочил в маршрутное такси. Угрожая водителю пистолетом, приказал трогаться и через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных. И тут вижу, красная машинка с задом, как утолила, какой-то придурок с пистолета, начал в машину стрелять. Едет маршрутка. Он вот так вот водителю по колесам, потом водителю, слава богу, водитель открыл оба двери, люди высыпались. Владимир, водитель автобуса, говорит, остановился подобрать пассажира. Мужчина, ворвавшийся в салон переполненной маршрутки, открыл огонь. Забив в салон, поехали. Куда ехали, чекали, высадим людей, то и поедем. Ну, то высадим людей. А он что, с вами погроживался? Ну, с пистолетом что-то. Вы людей высадили? Да. Багато людей было? Салон полный. После этого начинается погоня со стрельбой. На бульваре Перова маршрутка врезается в машину. От столкновения пострадал водитель легковушки. Через три километра правоохранители блокируют дорогу. Злоумышленник таранит полицейский экипаж. Купы стреляют по автобусу, пробивают колеса. Погоня заканчивается у железнодорожной станции Троещина. Освободите дорогу! Когда злоумышленник прибежал на станцию Троещина, здесь было много людей. Один из мужчин пытался задержать его, но тот выстрелил ему в ногу, после чего скрылся в частном секторе. Впоследствии выяснилось, остановить злоумышленника пытался полицейский, который ехал на службу. Забежал сюда на станцию, целился в людей. И мой зять с собой женщину, он прямо в грудь ей целился. Он, считайте, спас эту женщину просто. Прострелил ногу, пуля вышла на вылет, там вот нашли гильзу. Сейчас он без сознания в больнице под капельницей лежит. Самого же стрелка сейчас разыскивают в дачном массиве. По версии Купов, человек может скрываться именно здесь. В поисках задействовали работников территориального управления полиции, спецроту и кинологов. Позднее полицейские отчитались о ходе операции. Причины поступка неизвестны. Преступник не найден, несмотря на масштабы операции. А пока полиция Киева составила фоторобот преступника. По словам свидетелей, это мужчина возрастом от 35 до 40 лет. Рост 175-180 сантиметров. Среднего спортивного телосложения. Одет в камуфляжные брюки песочного цвета, темную куртку и шапку. Александр Васильченко, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер.